Здравствуйте, меня зовут Квакпаева Лизаат Николаевна, я учитель информатики Назарбаевской интеллектуальной школы физико-математического направления города Акцюбе. Прежде чем начнем урок, посмотрите на картинку и определите, пожалуйста, о чем пойдет сегодня речь на нашем уроке. Продолжение следует... Продолжение следует... Во-первых, допустим, что первое предположение истинно. День рождения интернета 2 декабря 1989 года. Тогда второй день рождения интернета не 13 октября 1979 года ложно. Получаем отрицание отрицания. Значит, день рождения интернета не 13 октября 1979 года. Два дня рождения быть не может. Следовательно, предположение неверное. Во-вторых, допустим, что второе предположение истинно. День рождения интернета не 13 октября 1979 года. Тогда первый день рождения интернета 2 декабря 1989 года ложно. Остается только одна дата. 20 октября 1969 года. Итак, тема сегодняшнего нашего урока – это устройство связи, вычислительные системы, сети и TCP IP. Цель обучения – понимать принцип организации локальных сетей. К данной цели обучения знает роль IP-адреса в сети, объясняет, как работают раутеры, описывает разницу между интернетом и интернетом, приводит примеры соединения локальных сетей, находит IP-адрес своего компьютера. И следующая цель обучения – это понимать принцип пакетной передачи данных и протокол TCP IP. Знает определение термина пакетной передачи, термин веб-клиент, знает определение термина узлы, веб-сервер, дает пояснение, для чего нужны протоколы, сравнивает IP-адрес URL разных сайтов, сравнивает интернет и локальную сеть, описывает, приводит примеры статических динамических адресов, понимает принцип пакетной передачи данных, понимает роль протокола TCP IP при передаче данных и сравнивает и определяет разницу между IP-адресом и URL. Основные понятия и термины – нигасгутсмиллермин, терминдербэйсик, концептс, андетермс, сечь, нетворк, желе, свитч, свитч, кускэш, хаб, 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 модем, модем, модем домен, домайн домен, юрел, 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 IP-адрес, IP, IP-адрес, IP-мекинжае, веб-страница, веб-пейдж, веб-бит, доменное имя, домайн, домен оттого, протокол, протокол, хаттама, прокси-сервер, прокси-сервер. Прежде чем начнем урок, давайте заполним с вами таблицу ЗХУ, то есть знаю, узнал и хочу узнать. Что вы знаете на настоящее время, на этот момент об интернете, об сетях, о локальных сетях, о протоколах, в общем, об интернете. Прошу заполнить таблицу, что вы на данный момент знаете и что вы хотите узнать в дальнейшем. Каким образом вы связываетесь между собой? Через почту, через телефонные линии, разговариваете между собой и так далее. Какие существуют каналы связи? Каналы связи по способу кодирования делятся на цифровые и аналоговые. По способу коммуникации делятся на выделенные, то есть постоянные соединения и коммутируемые временные соединения. По способу передачи сигнала делятся на кабельные, телефонные и радио. Рассмотрим конкретно по способу передачи сигнала, то есть кабельные сети. К ним относятся витая пара, коаксиальные кабели и оптоволоконные кабели. На первом рисунке в данном случае вы видите витую пару проводов, во втором случае это коаксиальные кабели, и третий это оптоволоконные кабели. Сейчас в группе, групповая работа, вам нужно будет в группе рассмотреть каждую из этих видов кабелей, то есть витую пару, коаксиальный кабель, вторая группа, и третья группа, оптоволоконный кабель. Раскрыть физические характеристики, пропускную способность и помехоустойчивость. Если вы уже разобрали, нужно будет обсудить между собой в группах, то есть витая пара состоит из двух изолированных проводов, свитых между собой, скручивание проводов уменьшает влияние внешних электромагнитных полей на передаваемые сигналы. Самый простой вариант витой пары – телефонный кабель. Основной недостаток витой пары – плохая помехозащищенность и низкая скорость передачи информации. Витая пара по стандарту UTP6 обеспечивает скорость передачи до 10 ГБ в секунду на расстоянии до 100 метров. Для повышения помехозащищенности используется экранированная витая пара. Коаксиальный кабель по сравнению с витой парой обладает более высокой механической прочностью, помехозащищенностью. Для промышленного использования выпускается два типа коаксиальных кабелей – толстый и тонкий. Толстый кабель более прочен и передает сигналы нужной амплитуды на большее расстояние, чем тонкий. В то же время тонкий кабель значительно дешевле. Оптоволоконный кабель – идеальная передающая среда. Он не подвержен действию электромагнитных полей и сам практически не имеет излучения. Использование светового сигнала обеспечивает абсолютную независимость от электромагнитных помех природного происхождения и возникающих в результате функционирования самых разнообразных технических устройств на производствах, транспорте, в системах связи и в быту. А также отсутствие электромагнитного излучения от линий преимущества волоконной оптики, несомненно, реализуемые в оптических каналах скорости передачи информации пока недостижимы для медных кабелей. Следующее, что нам нужно будет раскрыть, это радиорелейные линии связи, беспроводные сетевые и спутниковые линии связи. В тех же группах групповая работа, первая, вторая, третья группа, раскрываем физические характеристики, пропускную способность и помехоустойчивость. Радиорелейные линии связи предназначены для передачи сигналов в диапазонах дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн. Передача ведется через систему трансляторов, расположенных на расстоянии прямой видимости. Трансляторы осуществляют прием сигнала усиления его, обработку и передачу на следующий ретранслятор. Общая протяженность радиорелейного линии связи может достигать тысячи километров. К недостаткам можно отнести ограниченную дальность одного сегмента, не превышающую 100 километров не только из-за энергетики, но и из-за влияния кривизны Земли на обеспечение прямой видимости. Зависимость качества связи от времени года и времени суток. Беспроводное сетевое оборудование предназначено для передачи по радиоканалам, информации, данных телефоней, видео и других, между компьютерами, сетевыми и другими специализированными устройствами. В последнее время все большую популярность приобретает идея построения городской опорной сети с беспроводным доступом. Спутниковые линии связи работают в 9-11 диапазонах частот и в перспективе в оптических диапазонах. В этих системах сигнал с земной станции посылается на спутник, содержащий приемопередающую аппаратуру, там усиливается, обрабатывается и посылается обратно на Землю, обеспечивая связь на большие расстояния и перекрывая большие площади. Существует множество разнообразных спутниковых систем, как коммерческого, так и специального назначения. Скорость передачи в спутниковом канале до 45 Мбит в секунду. Традиционные системы спутниковой связи постоянно развиваются, и главная тенденция их развития – утешевление. Но основное препятствие к использованию широкополосного спутникового доступа для интернет – это стоимость выделенных широкополосных каналов связи. Обычно более эффективно использовать каналы связи с низкой полосой пропускания. Подумайте и ответьте на главные вопросы. Преимущества и недостатки радио- и беспроводной связи, локальной сети и телефонного набора, то есть коммунируемые соединения. Итак, у вас получилась вот такая вот табличка – радио или беспроводная связь. Преимуществом являются меньшие затраты, не нужно прокладывать кабель, мобильность удобна для пользователей, удобство развертывания, дальняя связь до нескольких тысяч километров. Недостатком является нестабильность, вред здоровью человека, проблемы совместимости с другими радиоисточниками, низкая безопасность обмена данными и слабая помехозащищенность. Преимуществом локальной сети – это стабильность и быстрая скорость передачи данных. Недостатки, сложность развертывания, привязка к одному месту. Телефонного набора, как таковых, преимуществ не видно, но есть зато ряд недостатков – низкая скорость, отсутствие альтернативы, высокая стоимость услуги и ограничения. Посмотрите внимательно на данную схему и проанализируйте, пожалуйста, данную схему. Как вы видите, большой круг составляет интернет, то есть глобальная компьютерная сеть, охватывающая весь мир. 3W World Wide Web входит в систему интернет. Система взаимосвязанных гипертекстовых документов доступна через интернет. Есть еще одно такое понятие, как интернет. Он составляет часть интернета 3W. Это внутренние сети, представляет собой объединение сетей, которое обычно доступно только в рамках организации. К примеру, можно взять сайт нашей школы – МКО. Что представляет собой система связи компьютеров или компьютерного оборудования? Правильно, компьютерную сеть. По территориальной распределенности на какие две основные виды делятся компьютерные сети? Локальные и глобальные. По территориальной распределенности компьютерные сети делятся на локальные и глобальные сети. Охарактеризуем локальную и глобальную сеть. Локальная сеть – это объединение компьютеров, расположенных на небольшом расстоянии друг к другу. Глобальная сеть – это объединение компьютеров, расположенных на большом расстоянии для общего использования мировых информационных ресурсов. Глобальные и локальные сети предназначены для обмена информацией и доступа к информационным ресурсам. Общая схема соединения компьютеров в локальной сети называется топологией сети. то есть линейная шина, звезда и кольцо. В глобальной сети терминал абонента, модем, модем и хост-компьютер. Способы связи локальной сети на основе сервера, то есть в этой сети один компьютер является сервером, а остальные рабочими станциями. И одноранговые, все компьютеры имеют равные права, нет выделенных. В глобальной сети линии связи кабельные, витая пара, укоаксиальные кабели и оптоволоконные кабели, телефонные и радио, то есть радиорелейные и спутниковые связи. Объекты сети. Сервер – это специальный компьютер, который предназначен для удаленного запуска приложения, обработки запросов и обеспечения связи с общими внешними устройствами. Рабочая станция – это персональный компьютер, позволяющий пользоваться услугами, предоставленными сервером. В глобальной сети используется терминал ПК, то есть модем – это устройство согласования цифрового сигнала с аналоговой телефонной линией связи, и хост-компьютер, то есть узловой компьютер, высокая производительность, большая память ПЗУ, постоянно включен для работы в сети. Что необходимо для того, чтобы соединить компьютеры между собой и выйти в интернет? Конечно же, комплектующие. Какие устройства связи изображены на рисунках? Какие из этих рисунков вам известны? На первом рисунке вы видите свитч. Второй – это хаб, третий – это модем, четвертый рисунок – это репитер, следующий – это раутер. Давайте проведем с вами исследовательскую работу. Используя интернет-ресурсы, вы пишите понятие модем, концентратор, коммутатор, маршрутизатор, репитеры и мост. Если раскрыли эти темы, следующий метод – это говорящая стена. В паре вам нужно будет обсудить назначение этих устройств. На стенке у нас приклеены картинки. Вам нужно будет в паре обсудить каждую из этих картинок, что они означают. Модем. В качестве линии связи используются выделенные каналы – телефонные, кабельные, спутниковые или коммутируемые телефонные линии. В этом случае используется модем. Преобразует двоичный код компьютеров аналоговый электрический сигнал телефонной сети при передаче информации модуляции и производит обратное преобразование демодуляции во время приема информации. Основной характеристикой модема является скорость передачи приема, информация, которая измеряется в битах в секунду, то есть в битах в секундах. Репитеры функции физическое разделение сегментов сети и обеспечение восстановления пакетов, передаваемых из одного сегмента сети в другой, повышает надежность сети, так как отказ одного сегмента, например, обрыв кабеля, не сказывается на работе других сегментов. Однако, разумеется, через поврежденный сегмент данные проходить не могут. Следующее устройство, концентратор, он же ХАП, выполняет функцию ретрансляции, поступающих на один из его входов сигналов, повторяя эти сигналы на всех оставшихся портах. При повторении сигналов, концентратор усиливает их мощность и восстанавливает первоначальную форму их импульса. Максимальное расстояние от концентратора до рабочей станции составляет 100 метров. Скорость передачи данных свыше 100 мегабит в секунду. Коммутаторы, свитч. Во-первых, это многопортовые устройства, обеспечивающие высокоскоростную коммутацию пакетов между портами. В сети с коммутацией пакетов устройства, направляющие пакеты, обычно на один из злов магистральной сети. По адресу узнают, нужно ли пропускать пакет в остальную сеть или же ретранслировать его только на тот порт своего сегмента, где находится компьютер с таким адресом. Ретранслируя, выполняет функцию улучшения электрических сигналов и импульсов, восстанавливая их форму и мощность, поэтому пропадают ограничения на максимальную длину удаления рабочих станций друг от друга. Маршрутизатор, он же раутер, функции подключения локальных сетей LANG к территориально распределенным сетям WAN, соединения нескольких локальных сетей. Мост, произошло от английского слова BRIDGE, служит для соединения разных подсетей, имеющих в том числе неодинаковые канальные протоколы. Функции этих устройств в условиях дома выполняет ADSL модель. Оцените себя. Вам нужно поставить в соответствии понятия маршрутизатор, прокси-сервер и коммутатор. Устройство, получающее сигнал на один порт и передающее дальше только на одно устройство, определяет его по MAC-адресу. Компьютер с установленным комплексом программ, позволяющим другим компьютерам сети выход в интернет, и устройство, которое позволяет соединять два сегмента различных сетей. Итак, маршрутизатор – это устройство, которое позволяет соединить два сегмента различных сетей. А и последние получается. Прокси-сервер – это компьютер с установленным комплексом программ, позволяющим другим компьютерам сети выход в интернет, и коммутатор – устройство, подключающее сигнал на один порт и передающее дальше только на одно устройство, определяя его по MAC-адресу. Практическая работа с помощью симуляторов пройдите по данной ссылке и выполните практическую работу построения сети. Будем выполнять шаг за шагом. Для того, чтобы создать сеть, в первую очередь, тебе нужно четыре компьютера. Далее каждому компьютеру установим принтер и соединим принтер с компьютером через параллельные кабели. Следующий шаг – нам нужно будет установить хаб или же свитч. В данном случае мы с вами установим хаб и соединим его через кабель к каждому компьютеру. Теперь установим роутер. Для того, чтобы выйти в интернет, нам нужно установить роутер и соединить хаб с роутером. Следующий шаг через ICDN-линию соединяем раутер и интернет. Удалим и поставим веб-кэш. Соединяем далее раутер. С хабом установим принтер. Подсоединяем принтер к данному хабу. Установим один лазерный принтер. Через параллельный кабель соединяем. Для этого нам нужно будет удалить все принтеры, подключенные к компьютеру и все кабели. Теперь у нас осталось четыре компьютера и один принтер. Все эти компьютеры могут распечатывать через один принтер. Следующий нам нужно будет удалить хаб и установить свитч. Дополним компьютеры до десяти. Соединим его с свитчем. Каждый из этих компьютеров. Установим файл сервер. Также соединим его через свитч и тип драйв. Так, мультимедиа сервер. И email сервер. Для более эффективной работы можно было бы добавить еще один свитч. Данную практическую работу вы можете проделать. Далее в данном случае мы выполнили только 9% практической работы. Вы можете самостоятельно проделать данную работу. Установить еще десять компьютеров. Установить еще один свитч. И просмотреть работу сети далее. Мы с вами попробовали построить сеть. Используя комплектующие сети. Интернет уникален. В его деятельности принимает участие огромное число персональных компьютеров. Это компьютеры с самыми разными операционными системами и разными аппаратными устройствами. Как все подключенные к сети компьютеры могут понимать друг друга? Чтобы все подключенные к сети компьютеры могли понимать друг друга, необходимы общие наборы правил. Таким набором правил являются протоколы. Они заставляют разные компьютеры говорить на одном языке. Протокол – это набор правил, определяющих взаимодействие абонентов сетей и описывающих способ выполнения определенного класса функций. Какие протоколы вы знаете? Что представляет данная запись? Давайте немножко с вами вспомним и построим URL-адрес указанного файла сети. Нужно будет в паре, выполнить работу в паре, первая и вторая группы, и обменяться тетрадками, далее обменяться тетрадками и проверить. В результате у вас должно получиться вот такой вот URL-адрес. Адрес компьютера в сети носит название IP-адрес. IP-адрес – сокращение от английского интернет-протокол-адрес, то есть уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенный по протоколу IP. Протокол IP – интернет-протокол – определяет наилучший маршрут движения пакетов. Транспортный уровень контролирует очередность прохождения компонентов сообщения. TCP – трансмиссиум контрпротокол – файл делится на пакеты размером не более 1,5 кБ. Пакеты передаются независимо друг от друга. В месте назначения пакеты собираются в один файл. Протокол IP – интернет-протокол и TCP – трансмиссиум контрпротокол – тесно взаимосвязаны. Их часто объединяет и говорят, что в сети интернет-базовым протоколом является TCP-IP. Что означает пакетная передача данных? Допустим, вам нужно отправить слово «привет». От источника к клиенту, допустим. Слово «привет» проходит через трансмиссию контрпротокол. Делится информация, разбивается на определенные части, на равные части. Все части нумеруются, передается протоколу IP. К каждой части добавляется IP-адрес назначения. IP-пакеты отправляются в сеть. В сети разные пакеты могут пересылаться разными путями. IP-пакеты принимаются из сети и передается протоколу TCP. Пакеты, прошедшие разными путями, сортируются. Информация собирается единые целые и отправляется таким образом получателю. В данном случае мы с вами рассмотрели, каким образом проходит пакет от отправителя к получателю. TCP определяет, как происходит передача информации, а IP – куда происходит передача информации. TCP-IP для отправки данных по этому протоколу требуется выполнить четыре шага. Первый уровень – это прикладной. Описание – кодируются отправляемые данные. Второй транспортный – делит данные на управляемые части, то есть пакеты, добавляется номер порта. Третий – это межсетевой уровень, добавляет IP-адрес, объявляя, где данные и куда они идут. И четвертый – это сетевой интерфейс, добавляет информацию о MAC-адресе, показывая, от какого аппаратного устройства сообщение и какое аппаратное устройство получит. Найдите ошибку. Перед вами дан текст. В тексте есть восемь ошибок. За работу пакетной передачи информации в интернете отвечает протокол UDP-IP. Согласно этому протоколу, всякое сообщение, которое нужно передать по сети, разбивается на части. Эти части называются сегментами. Для доставки пакета передаются по протоколу АРП, указывающий адрес доставки и служебную информацию. Каждый кусочек перемещается по сети, независимо от других, но все вместе они и собираются у отправителя. Далее, согласному протоколу, собираются исходные состояния. Номера помогают собрать исходные состояния. Предусмотрена повторная передача при транспортировке, если не доставлено сообщение или испорчено. Назначение МАК-протокола – доставка до места назначения. Маршруты кадров одного и того же сообщения могут оказаться разными. Описанный механизм отображен на рисунке. Если на каком-то участке произошел обрыв, то передача прекратится. Таким образом, в любой момент времени по каналу сети перемещается только один пакет. Вам нужно определить восемь ошибок в данном тексте. Итак, проверьте, насколько правильно вы нашли ошибки. Во-первых, это не протокол UDP-IP. Слово с сегментами IRP у отправителя МАК-протокола кадров прекратится и только один. Вот такие ошибки должны были быть у вас в тексте. IP-адрес – это уникальный числовой адрес компьютера в сети, который имеет длину 32 бита и записывается в виде четырех частей, по 8 бит каждые. Каждый компьютер, подключенный к сети интернет, должен иметь собственный IP-адрес – интернет-протокол. IP-адрес, как вы уже сказали, состоит из четырех частей, разделенных точками. Каждый из этих частей находится в интервале от 0 до 255. Общий вид выглядит таким образом. Каждая часть называется октетами. Например, 192, 167, 58 и 240. DNS – это доменная система имен – Domain Name System. Конечно же, использовать IP-адрес нам очень неудобно. Мы не можем, например, сказать «Пройдитесь по ссылке 10.21.1.2». То есть для более удобного использования определенных сайтов мы используем доменную систему – DNS. DNS преобразует цифровой IP-адрес хоста компьютеров в набор символов. Допустим, IP-адрес 10.21.1.2 – это есть доменное имя akb.nise.edu.kz. Домен – это группа сетевых ресурсов, имеющая собственное имя и управляемое своей сетевой станцией. Адрес того или иного ресурса всемирной сети. В данном случае http3wmyhostmydomaincp.ru – это адрес того или иного ресурса всемирной сети, записанной в стандарте DNS. Дробится на несколько составляющих, отделенных друг от друга точкой. Эти элементы носят название доменов. Такое обозначение принято называть URL – Uniform Resource Locator, что можно перевести на русский язык как «Универсальный определитель местонахождения ресурса». HTTP – MyHost 3wmyhostdomaincp.ru – HTTP – это протокол передачи гипертепсового документа, HarperText Transfer Protocol, 3wWorldWireWeb – всемирная паутина, MyHost – домен 4 уровня, MyDomain – домен 3 уровня, CPB – домен 2 уровня и RU – это домен 1 уровня. Назовите две причины, почему компании хотели бы использовать доменные имя вместо IP-адресов для их веб-сайтов. Во-первых, доменное имя легче запомнить. Можно разместить несколько веб-сайтов на одном IP-адресе, и можно изменить IP-адрес незаметно для пользователя. Опишите ситуацию, когда сервер и клиенты не могут хорошо работать. Когда несколько клиентов одновременно хотят получить доступ к серверу, то есть сервер не может одновременно обрабатывать много запросов. Если клиенты находятся на большом расстоянии от сервера, то есть время отклика будет медленным. И если на территории сервера происходит отключение электроэнергии или других сбоев, и нет для клиента никакого другого способа получить данные. Порт. Как вы отправляете и получаете данные от клиента? Когда вы отправляете и получаете данные от клиента или сервера, происходит обмен большим количеством данных. Чтобы убедиться, что данные передаются правильной программе, необходимо добавить номер порта. Каждое приложение будет иметь номер порта, связанный с ним. Например, веб-серве порт вор 80 и игра дума порт 666. Номер порта – это приложение или процесс прикрепления специфической конечной точки к IP-адресу. Комбинация IP-адреса и порта дают нам сокет. В данном случае IP-адрес 203.43.12.234 – это есть IP-адрес. И 80 – это номер порта. Все вместе составляет сокет. Самые известные порты 21 – это FTP, 25 – SMTP, 80 или же 80-80 – HTTP, 110 – это POP3, 143 – это IMAP, 443 – HTTPS, 666 – домайн-мультиплей гейм, это имя Doom, игра Doom, 989 – Secure FTP или SFTP, 23 – это Telnet, 25565 – Minecraft – это игра Minecraft, имеет данный порт. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, что такое номер порта. Как называется комбинация IP-адреса и порта? Какого рода сервер используется в ссылках? 192.168.9.34, порт 80. Следующее – 192.168.9.34, порт 666. 192.168.9.34, порт номер 21. Адрес файла в интернете http.3w.byterek.kzpix.byterek.01.jpg в интернете состоит из протокола доменного имени сервера сайта, имя каталога на сервере и имя файла, то есть структура URL-адреса, это есть протокол http в данном случае, доменное имя – 3w.byterek.kz, pix – это путь к файлу, и byterek.01.jpg, имя файла в данном случае – это картинка. Выполните практическую работу. Вам нужно будет сейчас определить IP-адрес вашего компьютера. Дома также вы можете проделать данную практическую работу. Выполнив, проделав его, вы узнаете IP-адрес вашего домашнего компьютера. В данном случае для определения IP-адреса вы можете вызвать командную строку через CMD, набрав IP-конфигурэйшн, увидеть IP-адрес компьютера, который подключен к интернету. Если выполнили практическую работу, вернемся к таблице, которую мы начали строить, таблицу ЗУХУ в начале урока, и проведем рефлексию урока. Что вы узнали за сегодняшний урок? Прошу заполнить второй столбец данной таблицы. Что вы узнали за сегодняшний урок, и что вы хотите в дальнейшем еще узнать по данной теме? Что осталось для вас непонятным? Урок окончен. До свидания.